В бизнес-зале аэропорта Орошина здесь представлен макет будущего комплекса. Вот так он будет выглядеть в 27-м году, уже через три года. Вдвое больше по площади, втрое по пропускной способности. У аэропорта будет новый терминал. Стройка здесь началась в мае, но сегодня выполнена треть всех работ. Генподрядчики – турецкая компания с большим опытом. Это какой по счету ваш аэропорт? 12-й аэропорт у нас по счету в России. Строили Ростов-на-Дону, Хабаровск, Челябинск, Волгоград, Кемерово. Трудятся с опережением. На стройку ежедневно выходят 350 человек. Позади монолитные работы, установлены все металлоконструкции, готовы подвальные помещения. Инженерные сети на 70%. Бригады приступили к отделочному этапу. Складка, стен, фасадные работы ведутся. Плитка, шпаклевка, штукатурные работы ведутся полностью. На реконструкцию Тюменского аэропорта потратят около 14 миллиардов рублей. Здесь все будет по современным стандартам. Первые посетители оценят результат уже в ноябре этого года, обещает руководство. А сегодня пока так. Работа без выходных. Помещение технического персонала. Дальше будет помещение венткамеры для оборудования. Обеспечивает тепло и холод в аэропорту. Это первый этап большой стройки возведения нового терминального комплекса. Его площадь 18 тысяч квадратных метров. Пропускная способность действующего терминала 600 пассажиров в час. Через три года она увеличится до двух тысяч человек. Это крупный уже авиационный узел. Мы входим в десятку крупных аэропортов по всей стране, по России. Прошлый год мы закончили с показателями 2 миллиона 601 тысяча пассажиров. Мы обслужили. Второй и третий этапы реконструкции будут вести одновременно. Они коснутся действующего сейчас здания аэропорта, где тоже будут новые технологические решения. А фасад украсит дизайнерский подход с образом великого Менделеева. Татьяна Воротилова, Евгений Доценко, Тюменская служба новостей.